Добрый день, уважаемые участники конференции, коллеги! Позвольте представить вашему вниманию доклад на актуальную тему, посвященную изучению протекторных свойств гуминовых веществ низкоминерализованных иловых сульфидных грязей. Санаторий Сергельские минеральные воды, поселок Серноводск, Самара. Одним из химических факторов, способствующих запуску процессов образования активных форм кислорода в организме, являются полихлорированные дифенилы, которые в силу низкой гидрофильности и высокой солюбилизации в неполярных органических растворителях относят к группе абсолютных экотоксикантов. Из-за высокой липофильности и хорошей адсорбции из желудочно-кишечного тракта основным источником поступления дифенилов в организм является алиментарный путь. В связи с тем, что токсикант длительно персируется в организме, актуальным является поиск природных биологически активных соединений антиоксидантного действия, способных нивелировать негативные действия полихлорированных дифенилов на окислительно-восстановительный гомеостаз организма. С позиции современной формации актуальным является применение специфических органических веществ, выделенных из низкоминерализованных иловых сульфидных грязей. Низкоминерализация пилоидов способствует высокому накоплению в них гуминовых веществ, содержание которых достигает порядка 9%. Анаэробные условия формирования отрицательные, значение редокс-потенциала грязевого раствора в длительный период биологической активности отражаются на структуре и химических свойств гумусовых кислот пилоидов. В литературе имеются данные исследования общей антиоксидантной активности гуминовых веществ пилоидов в условиях инвитро, что позволяет рассматривать их как перспективные субстанции для использования в качестве антиоксидантов. Целью данного исследования явилось изучение влияния отдельных компонентов гумусовых кислот пилоидов на процессы свободно-радикального окисления, вызванные действием полихлорированных дифенилов. Моделирование процесса свободно-радикального окисления осуществлялось путем однократного внутрижелудочного введения белым беспородным крысам самцам полувозрелого возраста массой 180-200 г, содержащихся в стандартных условиях вивария – отечественной смеси полихлорированных дифенилов в оливковом масле саволу в дозе 600 мг на кг, что составляет 0,1 ЛД. Было сформировано 6 групп по 10 животных в каждом. Контролем группы 1 служили здоровые животные, которым вводили 0,2 мл изотонического раствора натрия хлорида. Животным группы сравнения 2 вводили савол и изотонический раствор натрия хлорида. Введение эпилоидопрепаратов с лечебной целью группы 3 и 6 начинали с первого дня эксперимента. Животным ежедневно внутрибрюшинно вводили 0,2 мл, 0,1% растворы сульфовых группа 3, гепатомилановых группа 4, гуминовых группа 5 и гумусовых группа 6 кислот. Параметры отчислительно-восстановительных процессов наблюдали на 3-е и 10-е сутки. Животных забивали под эфирным наркозом путем декапитации. Плазмы крови исследовали и показали состояние прой и антиоксидантных ферментов. А снижение антирадикальной защиты у животных под действием дефинила свидетельствуют результаты активности основных ферментов и общей антиоксидантной активности плазмы крови, которая в основном характеризует неферментативное звено антиокислительной защиты на 3-е сутки под действием совола. Значение общей антиоксидантной активности статистически достоверность снижалась почти в 4 раза относительно контроля. Активность супероксито-дисмутаза каталазы и глутатион-пероксидазы уменьшилась на 32,7%, 35,3% и 40,9%. Соответственно, взаимодействие окислительных метаболитов совола с глутатионом, а также длительная интоксификация свободно-радикальных процессов по всей вероятности отражается на состоянии физиологической доксбуферной защиты плазмы, ингибируя функционирование телозависимых ферментативных систем. Изменение активности ферментов под действием пилоидопрепаратов подтвердило, что состояние окислительного стресса поддается коррекции уже на третьи сутки эксперимента. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что фульвовые кислоты группы 3 увеличивали значение общей антиоксидантной активности более чем в 1,7 раза, а гуминовые кислоты группы 5 приводят данный показатель к физиологической норме. Гематомилановые кислоты группы 4 увеличивают значение антиоксидантной активности в 4 раза по отношению группы сравнения. При этом наблюдается превышение физиологической нормы общей антиоксидантной активности на 4%. Влияние гумусовых кислот группа 6 на указанный показатель отражает суммарное действие всех компонентов и повышает значение общей антиоксидантной активности в 2,6 раза относительно второй группы животных. Активный супероксид дисмутаза каталазы на третьи сутки лечения под действием фульвовых кислот не претерпела изменений, в то время как препарат гумусовых кислот увеличил ее на 24%, а гуминовые и гематомилановые кислоты в 1,5 раза по сравнению с группой животных, которые не получали лечения и достигло 98% от нормативных значений. Изучение влияния эпилоидопрепаратов на каталазную активность на третьи сутки после острой интоксикации показало, что фракции фульвовых и гумусовых кислот лишь проявляют тенденцию к коррекции значений ферментативных показателей, в то время как гуминовые кислоты восстанавливают активность каталазы по отношению к группе сравнения на 44,9% и приближают их к значению физиологической нормы. Препарат на основе гематомилановых кислот увеличил каталазную активность на 51%, достигнув значения группы контроля. Глутатилон пероксидаза служит катализатором реакции восстановления перекисных липидов, увеличивая скорость процесса. Гуминовые кислоты увеличивают активность глутатилон пероксидаза на 21% по отношению ко второй группе. Под действием фульвовых и гуминовых кислот активность фермента увеличивается приблизительно на 35%, достигая 80% от физиологической нормы. Максимальным антиоксидантным действием обладают гематомилановые кислоты, под влиянием которых активность фермента повышается на 76% по отношению к второй группе животных, превышая нормативные значения. На 10-е сутки лечения значение общей антиоксидантной активности лабораторных животных группы сравнения увеличилось с 12,75% до 40,98%. Это составляет более 85% от нормативных значений и свидетельствует о значительном восстановлении окислительно-восстановительного баланса. Введение растворов фульвовых, гумусовых, гуминовых и гематомилановых кислот пилоидов вызвало рост значений общей антиоксидантной активности на 24,4%, 45,2%, 72,2% и 79% соответственно по отношению к группе сравнения. Следует отметить, что ферментативно-активных под действием гуминовых и гематомилановых кислот повысилось практически в два раза по сравнению с контролем, что достоверно доказывает их выраженную антиоксидантную активность. На десятые сутки наблюдения показатели ферментативной активности в группе сравнения достигли в среднем 80% от нормы, что свидетельствует о завершении острого периода интоксикации. Значение активности супероксид дисмутаза каталазы и глутатион пероксидаза у лабораторных животных, получавших в качестве увеличение растворов фульвовых и гумусовых изменилось незначительно, в то время как лечение раствором гуминовых кислот привело к повышению показателей активности ферментов супероксид дисмутаза на 25%, каталаза на 12% и глутатион пероксидаза на 26% по отношению к группе сравнения, практически приближая их к физиологической норме. Препарат на основе гематомилановых кислот максимально ингибирует окислительные реакции и по отношению к животным второй группы повышает активность супероксид дисмутазы, глутатион пероксидаза и каталаза на 53%, 51% и 35% в соответственные десятые сутки. Таким образом, свободно-радикальное окисление, вызванное действием полихлорированных дифенилов, подается коррекции препаратами гуминового ряда, активируя антирадикальные резервы организма. Полученные результаты позволяют рассматривать гематомилановые и гуминовые кислоты пилоидов как перспективные источники для получения эффективных отечественных антиоксидантных лекарственных препаратов с доступной сырьевой базой. Благодарю вас за внимание. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok